Дорогая моя Наташенька, хочу тебе сказать в этот день, твой день рождения, юбилей и слова, которые вот сейчас у меня на душе, я не знаю, что я тебе скажу пока, я не готовил тебе речи, я никогда не готовлюсь, как и ты, никаким речами, я только знаю в голове одно, что первое, я тебе скажу мои слова о тебе, второе, я тебя хочу поблагодарить, ну и третье, самое главное, то, что всегда говорят в конце любящие люди друг друга, а я люблю начинать всегда с конца, чтобы было все понятно, и в голове я держу вот эти три момента, которые я должен раскрыть, итак, начнем с конца, я хочу, чтобы ты знала, я хочу, чтобы ты слышала, я хочу, чтобы ты всегда это помнила, что я тебе очень-очень, что там говорить, очень-очень, это не то слово, я тебя люблю, я хочу, чтобы ты это помнил, слышала, знала, и особенно в трудную минуту, тебе не кажутся эти слова знакомыми? Да, это именно так ты мне говорила, и я эти слова помню и всегда вспоминаю, те слова, которые звучат вот такие праздничные дни или обычные дни, когда все хорошо, мирно, да, еще куча поздравлений других людей, ну ты как бы человек купается в этих всех хороших словах, они порой забываются, и это я тебя поэтому попросил, чтобы ты записала, потому что порой и я уже тоже забываю, что сказал и как сказал, и я бы не хотел, чтобы это забылось, я бы хотел, чтобы это помнилось и всегда было рядом с тобой, так же, как и ты, потому что это лечит. я сейчас, вот раскрывая первую тему о тебе, хочу тебе сказать, что ты, ну по отношению ко мне, научила меня очень многим сильным сторонам личности, я считаю, что это относится сейчас, о силе я говорю, которая сторона личности, которая относится как к мужчине, так и к женщине, вот никак не странно, ты меня научила сильным сторонам личности раскрываться. Первая сильная твоя сторона, именно сильная, как качество, как то, что человек один умеет, а другой нет, а третий может быть вообще не способен это сделать, ему не хватит никаких усилий, это просить прощения, ты смеешься, да, я правду сказал, что это, как ни странно, слабость твоя, она является сильной стороной и я думаю, что судя по себе, когда ты мне тоже говорила иногда, такие моменты, Валера, а ты меня сколько раз в этой жизни просил прощения, знаешь, я хочу сказать, что вот каким-то чудесным способом, ты меня научила этому, этой силе, и я убедился, как она хорошо действует, вот и как все излечивает, вот это первое, это первая твоя сильная очень сторона, ну и конечно, человек, который не умеет просить прощения, он не может и прощать, поэтому, ну люди говорят, что надо простить, надо забыть, там много что говорят, но если у человека нет этого опыта физического, он не знает, как это делается в душе, то он и никогда это не поймет, хотя может сто раз сказать, я тебя простил, чувствую, когда ты меня прощаешь, это не надо никаких слов, это просто я ощущаю на физическом уровне, и если ты просто в этот момент, когда прощаешь меня, смотришь на меня или подходишь, у меня никакой другой ответной реакции, кроме как улыбаться, обнимать тебя, не происходит, и в этом это вторая твоя сильнейшая сторона умения прощать. еще одна твоя сила – сила действенной любви. Трудно понять человеку, который это не испытал, а я говорю о себе, сила действенной любви в твоей заключается в том, что эта любовь всегда долго терпит, она все прощает, она направлена на другого человека, не ищет своего, и вот в этом бескорыстном служении и заботе о другом человеке она проявляется. Конечно, у нас есть и у тебя есть и другие стороны этой любви, романтическая любовь, ну и всякие семейная любовь, то, что в принципе дружба, то, что без чего не обходятся вообще длительные, долгие отношения между людьми, мужчиной и женщиной, в семье именно. Потому что романтические чувства, они возникают периодически, ослабевают, но вот это никогда у тебя не проходит, и я это чувствую всегда. Следующей стороной, вот после вот этих двух сильных качеств, это твой ум. Ум, знаешь, как тебе сказать, я бы даже сказал, что и с этой стороны тоже, хитрость это признак ума, но у тебя хорошая хитрость, потому что если просто с умом подходить ко всему, и знаете, скучно будет, и как-то может быть даже вред будет. А вот такой с хитринкой ум, которая направлена на то, чтобы другого человека как-то взбодрить, как-то его вывести с какого-то равновесия или не равновесия, а с какой-то неравновесия, а наоборот, привести в равновесие. Я сейчас тебе приведу примеры. И опять же тех слов, которые ты мне говорила всегда, чтобы я помнил их. Почему я тебе хочу сказать вот именно об этом? Я вспоминаю сейчас эпизод из фильма про барона Мюнхгаузена, где играет Янковский. И тот момент, когда марта уже, когда они поссорившись, там разошлись, и все-таки марта, вот как раз эта любовь вопреки, это для меня самое, как говорится, доказательство любого, любой любви, когда человек, несмотря ни на что, как бы он не обижался, как бы он не огорчался, как бы он даже, может быть, и ненавидел уже в этот момент, но он все равно продолжает любить. И, конечно, марта, когда уже Мюнхгаузен должен был, по сути дела, погибнуть путем вот этого полета на Луну, вот она приходит к нему попрощаться и говорит ему вот это, такие слова «Я тебя люблю», ну примерно как я сейчас говорю, «Я тебя люблю», Мюнхгаузен говорит «Нет», она удивляется и не понимает, почему такие слова, казалось бы, не доходят до него. Она еще ему что-то там говорит, я уже не помню по фильму, но он говорит «Нет», «Нет» и «Нет» и отрицает все те слова, которые она пытается достучаться до его сердца. И когда он понимает, что она не понимает его, почему он не слышит ее? он ей объясняет. Он говорит, что всегда есть слова, которые попадают в сердце самое, всегда есть. И тогда Марта, постаравшись понять его и услышав, она ему говорит «Тебе подменили порох». «То есть она дает ему понять, что его хотят унизить и хотят разоблачить путем того, чтобы он не смог вообще полететь никуда и что ничего не произойдет из того, что он обещал людям, но тем самым она обрекает его на смерть, потому что в этом случае точно ему этот порох положат и этот выстрел произойдет, как он задумал, ну и все остальное с вытекающими последствиями. Он погибнет. И она, когда это ему говорит, Мюнхгаузен говорит ей «Да, всегда есть, спасибо тебе, ты сказала именно то, что он ждал». И она его поддержала в том, что им было в этот момент самое трудное в этой жизни, был момент истины, поверят им люди. Ну, конечно, это же сказка, мы понимаем, но у каждого человека в этой жизни бывает именно так, когда момент истины наступает, и вот здесь нужна поддержка. Или она приходит, любимого человека, или нет, вот Марта ему нашла эти слова и помогла. Теперь к тебе. Конечно, вот опять же, возвращаясь к таким моментам, когда все хорошо, это слова порой, и мы их не слышим. А вот когда не все хорошо, когда трудно, у нас разные были с тобой в жизни эпизоды такие, которые нас приводили в разные такие состояния плохие, ну скажем так, когда все рвалось на части. и каждый раз ты находила эти слова, вот как Марта Мюнхгаузену. Совершенно не про любовь вроде бы, а про порох, понимаешь? Вот, например, был такой эпизод еще в начале наших отношений, я уже иду по дороге, мы с тобой поругались, и каждый о своем идет думает, молчим, говорим, это для нас обоих очень тяжко, я это знаю, и ты это знаешь. Ну, это молчание вот это тягостное, это оно убивает вообще. И ты вдруг ни с того ни с сего говоришь мне, Валера, твоя жена не дура, а вот это к тому, что она умная женщина. Я тебе все прекрасно понял, а что ты мне сказал. Ты не думаешь, что я не услышал, не понял я ничего. Я все прекрасно понял, а и дальше ты мне говоришь то, что ты поняла, и это не стоит повторять, все прекрасно, смысл такой, что вот такие слова, они меня привели, вот которые дали мне понять, что ты меня прекрасно поняла, прекрасно услышала, прекрасно сделала выводы, а обобщать и делать вывод, это вообще твой конек, и говоришь мне, и для меня это было как вот камень какой-то, который упал с шеи, и все, и я всплыл, и я обрадовался, что я понят, и ты услышала, и все поняли, и все хорошо. А бывали моменты, когда это не связано было с тобой, связано было с другими ситуациями в моей жизни, и ты говорила другие слова, говорила вот это, с чего я начал, Валера, помни, что я тебя очень-очень люблю, я хочу быть всегда с тобой, ты всегда это, пожалуйста, помни и никогда не забывай, когда бы мы не поругались или что-то еще тебе тяжело в жизни, ты всегда это помни. И эти слова в тот момент для меня были опять как вот этот, который вдруг поднимает крылья человека в небо, и он удивляется, как же человек может летать, а вот умеет он летать, благодаря вот этой такой поддержке близкого человека, любимого, потом, совсем недавно, вот это у меня тягостное состояние такое, и ты мне присылаешь песню «Я буду всегда с тобой», я ее слушаю и впервые понимаю ее слова, этой песни, сколько раз я ее слышал в исполнении Анжелики Варум, но никогда я эти слова не понимал, а вот услышав их, я понял, дай тебе поцелуй, моя хорошенькая, я уже смогу и тут на этой моменте, да, на тебе розочку держи, вот это твоя розочка будет, да, и вот эта песня, она тоже были теми словами, которые крылья обретает человек, вот теперь это самые главные твои качества, которые касаются нашего корабля, нашей семьи, наших отношений и нашей любви взаимной, вот она держится на том, что мы друг друга понимаем, то, что мы заботимся друг о друге, то, что я тебе повторяю те же слова, которые ты мне говоришь, и в жизни у нас с тобой это получается. Ничего нового я даже и не хочу говорить, потому что то, что ты открыла, вот такие обычные истины, они для меня стали теми истинами, которые это уже мои. Теперь я хочу сказать о том, что в нашей семье, конечно, это дети твои, это Степа и Тимофей, которые я считаю, и не считаю уверен, они тебя любят, любят, и я хочу сказать не то, что сейчас, а что будет, а будет, как моя бабушка говорила, что мужчина, он как коньяк, он со временем выдержанный становится во всех отношениях, и когда им будет 50, как и нам, вот, эта выдержка еще круче станет, еще любовь эта станет, ну, со временем, она приобретет такие оттенки, такие качества, такую выразительность, что и ты будешь это чувствовать вот во всех ее проявлениях, не только сейчас, как там красоту молодого вина, вот это я хочу сказать, что ты это знала, ты это точно будет. Вот, теперь я хочу еще тебя поблагодарить в этот день. Конечно, годы уходят у человека, но, ну, неважно, мужчины, у женщины, и вчера мне понравилось, как Марина говорила там о том, что после пенсии жизнь только начинается. Да, вот суть в этом, не то, что там 45 баба ягодка, опять непонятно, что это, то ли это… Время жить. Да, то ли чем заниматься, там непонятно. А вот то, что время жить, то, что действительно такое случается, это наш с тобой опыт, что вот сейчас время жить, что сейчас нам дана еще одна жизнь, еще одна жизнь подарена просто, бескорыстно. И вот теперь к пожеланиям. Нет, я еще благодарю тебя, что ты есть в моей жизни, что я встретил тебя, что мы с тобой не просто оба хотели еще, как говорится, пожениться, но мы хотели вместе повенчаться и быть и во всех жизнях. Я уже почти рыдаю, еле сдерживаю. Быть вместе. Спасибо, Марш. Поэтому я тебя благодарю, что ты в моей жизни есть, что ты даришь мне вот это тепло, без которого, но я считаю, никакая ни романтическая, ни семейная любовь, ни какая-то там божественная, без тепла, который человек передает тебе в нужный момент, не бывает. Вот я хочу тебе сказать, что в этой новой жизни я хочу, чтобы ты была всегда рядом со мной и чтобы я был рядом с тобой, чтобы я лично тебя не разочаровывал, не чтобы я мог быть таким же сильным вот в тех, в которых моментах я назвал, чтобы мог просить прощения, чтобы искренне, чтобы это ты слышала и понимала, чтобы мы были на одной волне, чтобы не нужно было много слов, которых вот сейчас я говорю просто для того, чтобы осталось это, потому что все уходит, иной раз скажешь, и ничего не остается. Пусть хоть это останется на этот юбилей и в эти минуты. Поэтому вперед в новую нашу жизнь вот с той любовью, которая у нас есть. Целую тебя и поздравляю. Спасибо большое за твои слова, за твою любовь и за все, что ты мне сказала. Мне очень важно знать, вот все, что ты сказала, мне очень важно знать, что ты все это видишь, знаешь, ценишь, понимаешь, подмечаешь и готов. Да. Вот, и готов. И готов. Да. Спасибо тебе, любимый. Давай, хорошенько. Пусть останется в нашем семейном архиве. Точно. Пусть останется в нашем семейном архиве.